Нью-Йоркские пианисты, уроженец Грузии Александр Беридзе и японка Майя Кагая в четыре руки играли произведения Брамса, Мендельсона, Джорджа Гершвена и Астра Пиазоллы. Репертуар вполне в духе мультиэтнического Нью-Йорка, столь же сложный, сколь и разнообразный. Концерт никого не оставил равнодушным, говорит Юлия Гуревич, представитель североамериканского отделения компании «Лукоил», одного из спонсоров вечера. Мы шли сюда, даже не ожидали, что получим такие впечатления, что великолепно. На Камиль Лочисано, чей 17-летний сын умер от рака, концерт произвел глубокое эмоциональное воздействие. Когда музыканты играли, я очень ясно представляла себе, как их усилия в этот момент направляются на помощь больным детям. Я видела их перед своими глазами, включая моего сына, который лечился в центре Memorial Sloan Kettering. Это замечательная клиника. В прошлом усилия фонда Дианы Багратиони были сосредоточены на помощи больным детям ее родной Грузии. Однако, подчеркивает княгиня Багратиони, болезни поражают вне зависимости от национальности. И когда мы говорим о детях, здесь нет ни национальности, ни вероисповедания. Какая разница? Представитель Россотрудничества и консул по культуре Людмила Пирожникова работает в Нью-Йорке всего 4 месяца. Но за это время она успела оценить благотворительные традиции этого города. Это город, конечно, с разнообразной культурой, с людьми разных национальностей. И особенно меня поразило то, что это город благотворительных традиций. Здесь люди привыкли делиться тем, чего они достигли жизни, с теми, кто в этом нуждается. И вот то, что мы сегодня получили все огромное удовольствие. И мероприятие прошло на ура, и тут даже некоторые люди кричали «бис», хотя люди сдержанные и очень солидные. Говорит о том, что Диана великолепно сделала свое дело. И если в следующем году эта инициатива будет поддержана и нашими соотечественниками, и американцами, мы будем только этому очень рады. В этой открытости российского консульства к сотрудничеству некоторые участники вечера увидели признаки грядущего восстановления дружественных отношений между Россией и Грузией. Говорит Геви Топчишвили, основатель Нью-Йоркского рекламного агентства Global Advertising Strategies и еще один спонсор вечера. Я думаю, что Грузия и Россия будут вместе, и будут вместе очень скоро, и будут вместе в лучших традициях этой дружбы, которая всегда была и будет дальше. Депутат Ассамблеи штата Нью-Йорка Алек Брук Красный надеется, что подобные мероприятия приведут к углублению взаимопонимания между людьми. Вы знаете от моих друзей, которые не говорят по-русски. Я получил, во-первых, восторженные комментарии по поводу концерта, а во-вторых, они первый раз находятся на российской территории. Они, в общем, из Бейриджа, из Бруклина. Они далеки от внешней политики, от перипетий внешней политики. Но им просто приятно здесь находиться. Им приятно, что существуют, в общем, и по другую сторону океана люди, которые точно так же относятся к детским болезням, и особенно к детской онкологии. Наверное, это приводит к взаимопониманию. Я надеюсь, что когда-то, может быть, приведет и к большему, чем просто взаимопонимание. Диана Багратиони утверждает, что в политику она не вмешивается. Главное, подчеркивает она, чтобы оправдала себя название концерта «Подари жизнь». Политики могут ссориться, завтра они будут мириться. Мне кажется, что в Грузии, между Грузией и Россией, теперь уже, ввиду того, что вероятнее всего, что власть меняется в Грузии, мне кажется, что все-таки будут какие-то более теплые отношения со стороны Грузии, со стороны России, будут налажены дипломатические отношения, которые очень важны для этих двух стран. А что касается нас, которые находятся здесь, в том числе и я, и мой фонд Багратиони, я считаю, что в политику нам влезать не надо. Нам надо делать добрые дела. Нам надо дарить жизнь детям, грузинам, русским, китайцам, японцам, французам. Не имеет значения. Это все дети, которые нуждаются, они хотят жить. Мы хотим им подарить эту жизнь.